Хабаровские полицейские во время служебной командировки в Тамбовскую область задержали 33-летнего цыгана, подозреваемого в мошенничестве, которое он совершил на территории Хабаровского края дистанционно. Жертвой подозреваемого стал 85-летний житель Комсомольска-на-Амуре. Схема выманивания денег была классической. Преступник позвонил пожилому человеку под видом его близкого родственника и сообщил, что стал виновником серьезной автомобильной аварии. И чтобы избежать уголовного преследования, необходимо дать взятку. Мужчина умолял пенсионера дать ему денег. Огорошенный тревожной новостью, горожанин отдал все свои сбережения – 200 тысяч рублей. Цыган был весьма хитер и осторожен. Именно поэтому оперативники целый год не могли его найти. Для того, чтобы связаться с будущим потерпевшим, подозреваемый выехал в соседний регион, а звонок он совершил с сим-карты, оформленной на бездомного. Деньги у доверчивого пенсионера забирал заранее нанятый таксист из Комсомольска и переводил их на карту подставного лица. Тем не менее, мошенника вычислили. Сначала он все отрицал. За что задержан? Я не знаю, за что. За что надо? Я отвечу. Преступление совершал? Преступление совершал? Вообще совершал или нет? Никакого не совершал. Я предприниматель. Мужчина уверял, что торгует шубами. Однако подтвердить это документально не мог. Официально он нигде не работает. Живет вместе с родственниками. Через некоторое время задержанный во всем сознался. Обманывали пенсионеров? Да, обманывали. Денежные средства куда тратили? На свои нужды тратили. Содеянным раскаиваетесь? Да, раскаиваюсь. Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался. Полицейские по адресам проживания злоумышленника и его родственников провели серию обысков. В результате изъяты сотовые телефоны, банковские карты, носители информации, а также рукописные записи, которые злоумышленник мог использовать в противоправной деятельности. Под стражу фигуранта взяли в Тамбовской области, после чего этапировали в Хабаровск. Полицейские не исключают, что мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. За мошенничество цыгану грозит до пяти лет заключения. С места происшествия Анастасия Манина по материалам у МВД России по городу Хабаровску.